Воу-воу Томск, ха Нет, Томск первый Томск первый написал Ночь Новосибирск О, народ Ну что, я на Wi-Fi Правда, опять в отеле Айфон надо бить об стену Полюбас Томск первый Пуля здесь Всем здорова Бруэт Все, Саня, наконец-то, блин, это Вышел Поболтать На пять минут Без лагов, наверное, надеюсь Французов послушаем, как они трещат Вон они пошли Вон они, как тараканы Сейчас начнут опять трещать Не, не с айфона Айфон, походу, не тянет Тупо не тянет Связь-то там, наверное, нормально Он просто сам глючит Четвертый этот айфон мерзкий Надо его выкинуть, уже давно пора Вот, что делали Сегодня с утра сгоняли на Каренбич Там, короче, поплавали Потом приехали в отель Здесь, короче, тусанули Ходил Гиду отдал этот ваучер Вот И свалил Пока я тут ходил, сейчас Пошел, денег положил на телефон Там, ну, все дела сделал А эти все сидят там, лапшу вешают Гид этим новым туристам На экскурсии, короче, приглашает Ну, короче, на развод на всякий Да, Ксюха довольна Здорово, борода Вот, и, в общем, это Потом поехали на, вообще Другой конец острова, на Найхарн Вот Там, вообще, офигенно На волнах попрыгали Вот Там тайцы, короче, прокопали Пляж К болоту Траншею Сделали такой залив Что-то видоизменили пляж Вот Ну, там прикольно Там Ксюха, вообще, наверное, час не вылазила На волнах прыгала Вот Ксюха где? Где-то там, короче, в номере Вон тут бородачище такой Я сегодня наорал на эту, блядь, уборщицу Вот Она табличку не вешала Она, сука, сюда заломилась И мы Отошли там просто на пять минут, блядь Она уже тут А второй раз, сука, не пришла Не Ей не скучно Нормально По полной Она за Ну Сегодня, короче, сейчас поела этих Осьминогов Потом А, краба Потом еще эту лапшу Этот, блядь Доширак, короче И ножок этот Шайтан Ну, что-то Доширак, короче Это Вон Не особо ей понравился, походу Она там креветка повыедала Мы с ребенком в Тае Блин, завтра, наверное, заеду Мы завтра хотим поехать туда В Миронову сторону На Найхарн Я ему сейчас напишу Может, стыкуемся Ребенок хочет там пофоткаться Там красивый пляж Да Любит белок Нормально кушает Я думал, проблемы будут ее кормить На самом деле Это Хорошо кушает Я сейчас на весы вставал Вот Ну, за один бат эти весы У меня, короче, нормально Я Ну, такой Испугался Думал, мало ли, может, что скину Ни хера, 112 Нормально Вот И это Ксюхе говорю Давай Тоже на весы А на это Не, я типа, наверное, пожирнел Уже Стесняется Вот Ну, короче, приехали сюда Что мы тут сделали Я не знаю Я потом поехал В тренажерный зал Вот Короче, нашел качалку Мажорную Вообще Охрененный зал Столько хаммеров там Прям вообще По кайфу Спину сделал Я, короче, все снял на видео Перископ Там, блядь Там есть Wi-Fi В зале Но Перископ все равно не тянет Следующий выпуск Я не знаю Сейчас уже поздно Блин Короче, покачался Сегодня вообще круто Правда, сука 400 бат стоит Ну День Я думаю Завтра на неделю Наверное Там, по-моему Полторы тысячи бат Неделя стоит И Пойду, короче В этом Теперь будут каждый вечер Куда гонять Брал, туда ехать надо Ну, ничего На мопеде, блин За пять минут Долетел Постоянно Нет Я бы, наверное, не смог Здесь жить постоянно Здесь, конечно, прикольно Но Блин Я, наверное, ебанутый Я Все-таки Какой-то такой, блядь Я не могу сидеть на одном месте Ровно Мне надо Мне надо, блин Движуху какую-то делать Все-таки Сидишь в Москве Там въебываешь Работаешь, работаешь Думаешь, блядь Как это все надоело Но все равно Не могу Без клуба Без своего режима Здесь как-то все это По-другому Еда Ксюхе нравится Ну, на месяц Наверное, реально Поехать Вот если все дела Сделать И так вот Деть на январь, например Свалить Это еще Январь, грубо говоря Мертвый месяц Там в фитнесе Вот на январь Можно свалить Или Новый год За недельку До Нового года И январь Вот это да Реально еще Но так вот Давай, Саня Я тебе подпишусь Буду смотреть Как ты там В горах Газуешь На борде Вот Засунул сегодня Камеру в бокс Пару раз нырнул Не знаю, что снимать Снимать вообще Что-то энтузиазма нет Реально Залп поснимал Там покачался Тренажер Такие удобные Рядом стоят Можно камеру Ставить Снимать Прикольно Плюс 33 Плюс 35 Здесь Сейчас, наверное Тридцатник Вот Стемнело Но Везде по-своему Хорошо В Испании Мне в Барселоне Тоже понравилось Это Разные Немножко Страны Разный отдых И Там я В Испании Грубо говоря Не отдыхал Там Четыре дня Там удалось После соревнований Потусить И все Море Да Вот На Патонге Где мы Вот здесь рядом У нас пляж Тут Говно А все остальные Пляжи Вообще Охрененные Вот мы на Карен Бич ездили Сегодня утром Потом на Найхарн Там, конечно Вода просто Изумительная Нет Дочка Не тренела Она в номере Осталась Я один сгонял Вот Так что Так что Да Народу Везде До херища Реально Намного Везде Больше Народу Сейчас Пик сезона Блин Сейчас реально Очень много Народу Я бы Допустим Сюда бы В другое время Поехал бы Если бы Выбирал Вот В январе Нормально было А Блин Это Сейчас что-то Слишком До хера Народу Я не люблю Когда много Народу Блин В качалке Кстати Столько Там Качков Я конечно Не ходил Их не снимал Ну Чуваков Пять Или семь Там Было Таких Блять Реально Ну Походу Сюда Вся ботва Не ходят Ходят Только реально Качки Одни Потому что И прям Это заметно Потому что Блять Все подснежники Нахуй Они сюда Отдыхать едут Нахуй Им зал Не нужен Сюда Чисто Такие Качки Блять Бро Короче Нет Там Пара Было Таких Я что-то Так Раз От тренажера Поворачиваюсь Чувак На меня Наткнулся Он Такой О Сори Бро Там Такой Говорит Я Такой Нахуй Дружелюбные Но Они Как бы Я особо На контакт Не шел Потому что Я них Не понимаю Что они говорят И они Так Это Ну Никак Прохожие Реагируют Походу Им Насрать Они Сами Там Ходят У всех Синдром Широкой спины Короче Ходят Там Базал Такие Важные Вот Ну Реально Там Походу Один Немец Был Такой Блядь Он Правда Белый Белый Сука Как Блядь Бумага Белый Не знаю Не сгорает Наверное Вообще Это Самое Ну Такой Здоровый Правда Рост Не очень Большого Но Я думаю Категория 90 Где-то Блядь Такой Нехуёвый Чё Блин Я чё-то тут болтаю Я не успеваю читать Нет Туристы Там Кстати Этот Блядь Ричпиано Сука Был Чувак Ну Как бы На него Не похож Но Ричпиано По наколкам Походу Отдыхает Забитый Вообще На глушнях Блядь Чувак Был Весь Просто Блядь Походу Тренер Там Он чё-то Там Тусил Со всеми Кого-то Качал Вот А так Вообще Нормально Качалка Просто Бомба Мне аж Прям Это самое Захотелось В инферно Такие Тренажёры Там Хаммеры Такие Классные Стоят Я сегодня Спину Делал Тяги Поделал Рычаги Вообще Огонь Я не знаю Сидёшь Бурята Там Не было Да Не Блин Просто Там Достаточно Большой Зал Ходит Человек 7-8 Нас Там Было И Как-то Блин Это Палевно Было Там Я стесняюсь Под Под Это Самое Подснимать Из Подтишка Да На ютубе Покажу Я снял Всю Тренировку Вот По залу Походил Там Вот Сука Я походу Там Тайку Видел Первую Которая Мне понравилась Такая Блин Пизда Ты Вообще Огонь С такими Сисиками Ох 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 Прям Настоящая Тайка И Как будто Не тайка Нихера А вообще Так Я смотрю По сторонам С женскими телами Здесь беда Целлюлит Сплошной Просто ужас Люди Походу Вообще Не знают О существовании Тренажерных залов И Что есть Присед Что есть Упражнения Которые Все-таки Хоть Я не знаю Хотя бы Что-то бы Делали И Откуда Я знаю Где-то Там Да, в Америке, походу, вообще там качков хоть с жопы ешь. Да я не собираюсь тут никого тыкать. Мне вообще как бы это... Меня здесь это, как это называется-то... Либидо падает у меня в Тайване. Короче, очень сильно падает. Я смотрю на эти пляжи, какие там... Не важно, жирные, нежирные, тощие, все, сука, обвисшие. Такая шляпа. Девочки, если вы есть здесь, конечно, извините, но я по факту здесь говорю. Я думаю, что тут кто в подписчиках есть, вы абсолютно другие. Выходите, наверное, в зал и держите себя в тонусе. Здесь вообще бестонусные бабы. Просто бестонусные. Даже на силиконенные сиськи, а все остальное висит. Сиськи стоят, а все остальное висит, бля. Это просто ужас. Да, девчонки, приседайте, блин. Не надо фанатеть, надо просто приседать, для себя качаться. Это все видно. Я просто привык в инферно. Там хоть, я не знаю, вот новички, не новички, но там люди следят за собой. И вот буквально несколько там недель позаниматься, и уже тело совсем другое. Пусть там жир, даже не жир, там согнали, не согнали, лишний, не лишний. Но когда тело в тонусе, оно смотрится вообще по-другому. Вот здесь, я говорю, такая хрень на пляже, бля, ужас. Говорят, курей даят, при приседе все растет. Велосипед уже давно изобрели. Присед – это основа всего. У мужиков присед – это все ноги, а у девочек присед – это попа. Просто приседать надо правильно. Надо правильно приседать. Вот. Так что контраст, конечно, вообще сумасшедший. Поэтому я люблю инферно, я люблю тех девочек, которые ходят в залы. Ну, всех, которые ходят в залы. А здесь вообще просто пух. Хрень полная. Вот именно, у мужиков есть жопа. По жопам мужиков, если она есть, она нравится девочкам. У меня S-образный сколиоз, и я приседаю. Просто тут надо, знаете в чем? Если у вас сколиоз и спина не закачаны, то, конечно, это беда. Если у вас мышцы спины, позвоночные столбы так закачаны, они держат, блядь, там тонну, и пофигу. Самое главное – следить за спиной. Я просто на массаж хожу, периодически подправляю, и спина все время закачана. Я никогда долго не тренировался, помню, там перерыв у меня был несколько лет. Вот я страдал с поясницей. Как только возвращаюсь в зал, закачиваю поясницу, у меня вообще все идеально. У меня спина прям очень держит мышцы, и мой S-образный сколиоз, мне не помеха приседать там 270. Одна сторона не закачана. Дело в том, что одна сторона в гипертонусе. Скорее всего, это мышцы, они большие, они такие дубовые. А вторые, маленькие, они такие слабенькие. Из-за этого как раз происходит искривление. Вот нужно идти на массаж, разбивать дубовые мышцы, у которых гипертонус, чтобы массажист сделал их эластичными, и асимметрично закачивать слабую сторону. То есть можно делать асимметричные движения, то есть одну сторону закачивать. Можно гиперэкстензию делать, зажимая, ну как бы, одну ногу, одну вынимая из подставки. И закачивать поясницу с одной стороны. И также все отделы позвоночника на спине можно закачивать отдельно. Поэтому здесь важно... А вы не с инферно? Если с инферно, можете подойти, я вам быстро расскажу, как это все делается. Ну сразу там их видно, эти мышцы. И скажу, какую сторону качать. Если в инферно. У меня просто с этим личный опыт. И много-много-много-много клиентов с этой асимметрией в мышцах. Столько людей к массажисту отправлял. И показывал, как закачивать. Да, еда здесь пиздец дорогая. Очень. Блин. Я, кстати, сейчас рыбу сожрал здоровую. 170 бат, короче. Прям на огне, там, на углях. Вот, приготовили. Ой, я пропустил. Алина, 24. Я пропустил ваше сообщение. Напишите еще это. В общем, такого я карася огромного съел. Мясо белое. Прикольное. Вот так. Как тебе, не пляжный отдых? Блин, прикольно. Я вот был в Бассионе. Четыре дня просто пролетело моментом. И еще хочу в Европу. Посмотреть вообще хочется, конечно. Ребенка свозить. Гиперэкстензию можно делать с большим весом. А вот тут кто его знает. Можно вам или нельзя. Нужно сначала с легким весом работать до того состояния, когда уже длинные мышцы спины, которые держат позвоночник на пояснице, будут готовы к большому весу. Вот тогда можно. Если они не готовы, то лучше не делать. Почему? Объясню. Потому что сильная сторона, если там асимметрия, вот эти сильные грыжи может заработать кто угодно. Тут можно вообще никогда не ходить в зал. Как правило, те, кто не ходят в зал, больше всего у них грыж. Люди, которые ходят в зал, меньше всего от этого страдают. На самом деле, по статистике, это я вам точно говорю. Вот, про гиперэкстензию. Почему может защемить? Потому что одна сторона дубовая, сильная, она как бы перетягивает на себя позвоночник, и с большим весом, когда вы поднимаете, допустим, большой вес берете на гиперэкстензии, сильные мышцы очень, ну, как бы резко, допустим, сокращаются, они тянут. А слабая сторона, она не сможет поддерживать этот вес. И происходит очень сильное искривление позвоночника. То есть, именно во время движения происходит перекос и может защемить в легкую. Вот, поэтому лучше с легким весом и закачивать асимметрично для начала. Выравнивать мышцы, а потом уже большим весом работать. Вот. Ну, представьте себе такую картину, да? Вот у нас вдоль позвоночника идут две резинки. Одна резинка, растяжение у нее, допустим, на 50 килограмм работает, а другая тянется на 10 килограмм. Соответственно, та, которая на 50, она мощная. А та веревочка на 10 килограмм, которая тянется, и вот вы одновременно за них потянули. Та, которая на 10 килограмм, как ника от трусов, резинка растянулась и все. А вторую хрен сдвинешь с места. И вот по этому принципу мысль так же. Одна резинка растянулась, вторая нихера. И произошел перекос. Может я так на пальцах объясню Про фарш ничего не советую Нет, у меня с сердцем сбоев не бывает Бывает отдышка, когда много веса набираю Вот, большой вес А отдышка может быть после еды, когда много нажрешься Очень, пищеварение уже, оно много забирает энергии и кислорода И вот в этот момент может быть отдышка Но только при большой массе, когда я уже там вешу Сейчас я не особо, не часто Вот сейчас при 112 кг еще вообще не страдают фигня Вот где-то под 115-116 уже отдышка периодически бывает На тренировке не бывает На тренировке я сделал подход, восстановился и все нормально Потап, я не увидел вопрос Да, с фармой каждый сам решает, что ему делать И советуется со своим тренером Со специалистом, который будет смотреть вас рядом, будет видеть А я всегда добрый По сравнению с январем Я что-то не заметил, вроде так же Блин, все слышат, зажигалка Ну, в смысле, чуть жестче На дурацкие вопросы могу что-нибудь брякнуть Либо шуткануть что-нибудь такое Дерзкое Либо просто как-то это Уже с нервами Там, когда по 150 раз одно и то же Там уже никакие не выдержат Просто сейчас отвечаю на вопросы, которые интересные Вот поэтому, наверное, так кажется К хаммерам на мясонаборе очень хорошо отношусь Просто великолепно Я вообще прям их очень люблю У нас же много рычагов в Инферно И сегодня я на рычагах Вот Поработал Я очень люблю хаммеры И хаммер тоже люблю И хаммеры люблю Вот Так что вот так Родители никак не влияли на мою карьеру Я очень рано Я в 18 лет сбежал из дома Ха-ха, работать И больше на меня никто не влиял Я сам на себя влиял Шаурму не ел Да, остались все свои Шаурму хожу мимо нее каждый день Что-то не вызывает у меня желания Ну, не знаю Кем бы был бы в Америке Ну, по крайней мере, я бы старался Да, для кардио быстрая ходьба Это оптимально Но вообще я ходить не люблю Почему не люблю? Потому что когда делаешь кардио Если ты хочешь эффекта добиться Ходить нужно очень много А ходить не есть хорошо Для суставов Разбиваются нахер суставы Поэтому я люблю делать Не люблю, а Ну, мне больше нравится И это и для здоровья полезнее Это эллиптический лыжник Велосипед Либо степ-тренажер Ходьба Это уже Извините, конечно Но для новичков Для лошков Которые не понимают Что от постоянной ходьбы Пиздец коленем придет Руки не имеют После трения Что делать? Отрубить нахер И все Проблема решится сразу Вот Не знаю Надо смотреть От чего не имеют Может защемление нервов Происходит Что-нибудь поделали Нерв щеманулся И пошла Вот Да, эллипс пойдет И велик пойдет С массажем Все отлично Вчера ходили И сегодня ходили Вот Автобусы приехали Новичков привезли Наверное Да, 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 да Блины из риса с бананом О, я кстати Сегодня какую-то хрень сожрал Думаю После тренировки Надо что-то Я смотрю Там какие-то эти В холодильнике У них лежат Такие штуки Плитки такие Короче Прессованная овсянка Залитая Арахисовой Арахисовой пастой Вот Ну то есть Овсянка И арахисовая паста Я у нее Это Говорю Там это Протеин Есть вообще Протеин О, да, да Есть Я думаю Ну что-то я там Вкуса протеина Не почуял Но Ну Как-то такое Дерьмецо Конечно Редкостное Но зато Хорошо зашла После тренинг Самое то Так что Ха-ха Рубить Да не Может просто Это К массажисту Сходить Позвонки на место Поставить И все Пройдет Так Ну что у нас Тут еще Не, не пил пивко А, нет Вру Вчера Сели там За столик Это самое И там Надо было Что-то купить Короче Ну на рынке Берешь там Жрачку Чтобы за столик Сесть Надо что-то купить А там что там Покупать Кока-колу Альтернатива Пива Я взял Малюсенькое Пиво Но оно Что-то даже Нет Такое впечатление Что не особо Алкогольное Какой основной Заработок Основной Заработок Один Это Фитнес-клуб Раньше Ой Так Подглядываешь Так Блин Сколько вопросов Так Миша Прыгунов Я кстати У него на канале Видел случайно Они там ходили Когда жрать Этих Лягуш Этих Червяков Смиронов Миша сказал Что тайцев Нету фермента Который расщебляет Алкоголь И поэтому У них здесь Пиво Там Один градус Всего И вот этот Один градус Меня вполне Устраивает Потому что Я алкоголь Вообще На дух Не переношу Поэтому Малюсенькую Бутылочку Пива Можно Я сегодня Хотел взять Но что-то Была альтернатива Шел с рынка Зашел в магазин Взял воды Там Думал Что взять Бутылочку пива Или мороженое Ну и что вы думаете Я взял Конечно же мороженое Были ли у меня Проблемы с правосудием Да Правосудием Всегда проблемы Я не знаю Что вы имеете ввиду В смысле Нарушал ли я закон Или Чего Не алкоголь Никогда не нужен Ну вот никогда Я с этим не соглашусь Я Очень Противник Алкоголя После ног Велик Борода После ног Велик Покрутить Самые кайфы Вообще Лег в тренажер И покрутил В тюрьме Не сидел Не собираюсь Туда Борода Слушай Если ты приседаешь На 25 Тебе сам бог Велел Велик Покрутить Иначе потом Мышцы сводить Будет адски Нужно немного Это самое Как бы Ну это наверное Не совсем правильно Раньше так говорили Раскислять их Как бы Есть такое понятие Но оно Сомнительное Раскислять Типа мышцы Потому что там От такого количества Повторений Очень много Продуктов распада Мышцы Очень сильно Как сказать Получают Определенную Токсичность Что ли Но это не молочная кислота Молочная кислота Там нихуя не задерживает Там что-то другое Вот Я точно не помню Просто сейчас Новые данные Я на себе Это Проверил Блядь Когда многоповторку Делаю Блядь Потом мышцы Своят адски Вот после силовой Пирамиды Мышцы не сводит После многоповторки Оттаз Вот Походу там Что-то походу Электролитный баланс По-любому нарушается Вот С витаминами С минералами С солями Это точно Ну да ПАЖ Возможный Вот И Ноги сводят Блядь По-адскому Вот И покрутить Ну вообще регулярное кардио Это все Как бы Решает эту проблему Но после вот Приседа Покрутить велик Самый вообще кайф Чтобы избежать Вот этих тяжелых Последствий Когда Сводит их Бацки Соду пить Ну тут Блин Мне кажется Все настолько Индивидуально До конца Блин Я не знаю Что может быть Хер его знает Отчего Ноги не сгибаются Тут Так У меня ребенок Уже свет выключил Спит уже Да Соды Бзик Против рака Тоже Соду Пьют Я не знаю Я одно время Пил У меня Блядь Изжога Замучила Маску 24 Нормально Отношусь К поясам У девушек Надо Использовать Пояс Но опять же При больших весах То есть Если веса Легкие Ну такие Которые можно Делать много Повторений Такие легкие Веса Ну грубо говоря Там 20 килограмм Приседания Со штангой Это нормально Можно без пояса Но дальше Я думаю Что Не Не Сильная затяжка Прям вот Пояса Прям Адская Чтобы аж Вдавливало В ребра Но Поддерживать Спину Надо Я как бы Это приветствую Вот По поводу Того Чтобы носить Постоянно Пояс Тут Как бы Я думаю Что это Лишнее Вот Хотя На самом деле Я не особо Верю Что Есть Знаете Такая Тема Что Если ты Все время Приседаешь В поясе С поясом Да И с легкими И средними И с тяжелыми весами И что ты Если ты без него То все То что там Мышцы Атрофируются Они вообще Не работают И Если с поясом Ходить Что без пояса Потом вообще Там беда Да хрень Это все Блядь Ты Сука Присядь Блядь 260 Там С поясом Без пояса Там Так все Блядь Работает Что Насрать На семинаре Говорили Про фарму Прям Целым Три часа Практически Было Но вообще Как бы Я считаю Что это Не Безосновательно То Что Пояс Держит Живот Я заметил Это за профиками Очень много Профессионалов Носят Пояса Постоянно Так В ползатяжки Постоянно Носят Чтобы брюхо Не вываливалось Потому что Если оно Уж сильно Оно растягивает Эти все Брюшные мышцы Они растягиваются Вот чтобы они Не растягивались Лучше пояс носить Конечно Используем Бинты В приседаниях Про корсеты Пояса Я понял Есть такие Да Высокие Пояса Я знаете Что Заметил Это конечно Жестко Сейчас будет Талию Они может быть И держат Живот Они может быть И держат Но У меня Такое впечатление Сложилось Они же Высокие Эти пояса У меня Такое впечатление Что у девочек Почему-то Лобок Больше становится Как-то В лобок Все сползает Все кишки Туда вниз То есть Он удлиняется Я извиняюсь Но Я просто За спортсменками Наблюдал Именно Вот реально Блядь Ну Живот Лобок Становится За счет Вот этого Живота Как-то Который вниз Блядь Под корсетом Туда что-то Все уходит Лобок Длинный Такой Становится Вытянутый По-моему Не очень Сексуально Выглядит Вот Я серьезно Говорю Это не шутка Блядь Я просто Видел Много Девочек Там еще Косточки Специальные В нем Под поясницы Там Вы эти Имеете ввиду Да Пояса Там Вот И они Такое впечатление Что они Выдавливают Вниз На лобок Все кишки Туда И там Что-то Как-то Видоизменяется Все Я не знаю Поможет он Уже Сделать Или нет Ну Хрен его знает Тут вот Палка О двух Концах Я думаю Что не помешает Как минимум Хуже Не будет Ну И ждать Чудодейственных Каких-то Эффектов Я тоже Думаю Не стоит Для того Чтобы талия Была узкой Нужно Жир сгонять С боков Вот И не качать Ни в коем случае Бока Ни в коем случае Не качать Бока Иначе Гипертрофия мышц Вот эта вот Она Только увеличивает Талию Вакуум Да Вакуум Очень полезная Штука Вам еще не надоело Смотреть В эту картинку Так Ну ладно Видоизменим Картинку Вот туда поставим Я никогда В жизни Не качал Бока Не буду качать И пресс Не качаю А я в Краснодар Поеду В марте Где-то Ближе к середине Числа 12 Мы там будем С этим С Аркашей Величко И с Адамом Наверное Вместе будем Ноги качать Нас Славик Там это Организует Я сообщу Когда поеду В Краснодар Простов Нет В Астрахани Еще планирую Еще в Астрахани Да там Сейчас нечего Смотреть Я поеду Туда и обратно На тренировку К тренеру И все Зал в Тае 400 бат Я платил За посещение Сегодня Ну за день Там можешь заплатить 400 бат В этом зале И Сутки там Не вывозить оттуда Можешь хоть Три раза Сходить за день А я наверное Завтра За неделю Возьму Неделя По-моему Стоит Полторы тысячи бат Но зал такой Крутой Очень крутой Я был Там блинов Весов Хамеров Вообще все Ну посмотрите Я может Я и завтра Точно видео не будет Потому что его некогда делать Сейчас спать пойду Вот завтра Может я его сделаю Через день Оно там зальется Через пару дней Будет видео Я к этому времени Еще пару раз Покачаюсь Все тренировки сниму Там прикольно Мне очень понравился Зал Миронов За 10 Тренер Ну Ладно Открою вам секрет Славик По-моему Тоже за 10 Тренер Завтра Перископ Я не знаю Я не могу Перископить Я сегодня Пытался На этой Сим-карте Там Блять С айфонов Шляпа полная Ни хера Ничего не показывает По-моему Да Максимус Максимум Джим Максимум Джим По-моему Да-да-да С одной стороны Улица Кафешки А с другой стороны Прям это Кардио Сидишь Делаешь И на море Таращишься Вот Зал огонь Вообще Мне прям Вот как он Укомпонован Блин реально Профи его Походу Собирал Мне очень понравилось Я бы Я бы Так же Наверное Собрал Блин Прям Уважуха Тому Кто Собрал Туда Тренажеры Там На ноги Есть Всякие Жимы Прикольные Я ноги Буду Делать Потом Все Позасниму Телки Как тебе Там Чуть Раньше Телку Говорили Вообще Никак В Тае Я же Говорю Либидо У меня Поднижается Тут Просто Ужас Ужас Я же Говорю Если Единственное Что тут Стоит У Телок То это Силиконовые Сиськи Остальное Все Висит Все Висит У всех Просто Жесть Ну Для того Чтобы Инферно Собирать По аналогии Этого Зала Нужны Такие Тренажеры Я боюсь Что эти Тренажеры На порядок Дешевле Стоят У меня И так Инферно Неплохо Собрано Я бы Еще Много Чего Добавил Вот Я Поизучаю Зал Может Что-то Там Найду Интересное Футболка Бат 300 Она Наверное Стоит Но Я За 150 Наторговался Я Я Тут Все Торгую Пополам Сразу Вот Сколько Мне говорят Я все Пополам Сразу По Любому Половину Практически Всегда Половину Получается Сбивать Он Говорит 300 Я ему 150 Он 200 Там 50 Я говорю 150 Он 200 Не Мой Босс Киль Ми Я говорю Ну и Все Но Комбэк Он Короче Бегает Прыгает Ладно Все Давай Чувак Я пошел Ладно Ладно За 150 Давай Ну вот так У них У всех Тут Одна Тема Мой Босс Киль Ми Вот Так что Вот так Единственное Где не торгуешься Это за жрачку На рынке Там никто Не торгуется Так что Пожрать Конечно Не Не Дешево Шаверму Жалко Я не ел Шаверму Мимо нее Хожу Каждый день Не ем Привет Украина Нет Тараканов Не ел Нахер Они мне нужны Не буду я их есть Че бы там Не говорили Белок Не белок Нахер Тараканов Мерзости Я здесь ем Яйца Это Стейк Свинины Там есть Прикольный И Рыба И Аминокислоты Был магазин Спортпита Когда готовился Магазину Почти пиздец Пришел Сейчас зал Когда готовился Залу Почти пиздец Пришел Потому что Приоритетом Ставлю подготовку И конечно Начинается жопа На работе Начинается жопа Полная Когда я только Начинаю Чуть-чуть Отсутствовал Все Там такой Расслабон Начинается Это нормально Тут надо Чем-то Жертвовать Конечно На подготовке Вот на сушке Особенно И в соревновательный Период Очень тяжело Вон еще Туристов Привезли Про первый Старт Я не знаю Блин Надо набрать Сначала Хер его Знает Скорее всего Ну осень Наверное Арнольд Прага Кто за главного В зале Остался Кикбоксер Там присматривает И Маська Да Маська Там Разрулит Она Сучка Что она Сходил Сходил на регистрацию Лежишь Там Ногами Кверху Два Три Дня И Что делать Ребенку Хотя Если Совместить Взять Допустим Маську И ребенка Пусть Пусть они Гуляют А я Буду Валяться Кверх Ногами Так Наверное Возможно Ребят Я летал Я считаю Что Все это Хуйня Полная Вот По поводу Там Заливает Не заливает Блядь Ну да Я сбрасываю Киво Может быть Два Но потом Приехал Пожрал Восстановился Все нормально Меня не заливает Все это Блядь Полная Хуйня Конченная Поедут Прыебут Соревнования Ой От перелета Залило Блядь Меня нихуя Не заливает Ни от перелета Ни от недолета Ни от чего Я если еду В форме Мне хоть Блядь Насрать Вообще Там Зальет Не зальет Меня никогда Не заливает Ни от чего Я могу Твор Я прилетел В Прагу Я жрал Творог Я пил Протеин И жрал Творог Вот Нашел там Какую-то рыбу Галимую Вот Что там Еще я ел Говядину Я там Купил Я там Студия Бываю Там На сковородке Блядь Без масла Без всего Говядину Жарил Яйца Вот Мне ни хера Не залило Ничего Потому что Если есть форма То все будет нормально Если ее нет Вот они и будут Орать Блядь От перелета У них залило Там еще От чего Блядь Вот Я не служил Вообще Не служил Меня не взяли Я ни копейки Не заплатил Я не косил От армии Я бы пошел Кстати в армию Я с удовольствием Бы пошел У меня было Желание пойти Как бы Я даже Не было Мысли Там Платить Скрываться Или что-то делать Меня просто Пришел Тупо не взяли Из-за зрения Вот У меня Зрение Какая-то Статья 37Б Вот Они сказали Иди гуляй отсюда Я пошел гулять Потом дочка родилась Потом я еще раз Сходил Мне сказали Что-то пришел Иди отсюда Вот Все У меня Смешан астигматизм Вот с тем зрением Которое у меня Сейчас берут И брат У меня такое же зрение Через 3 года Его там Блин Еле отмазали Брат У меня отмазывался От армии Всех брали Просто вот тогда Именно в тот момент Там Почему-то по По такой Статье Вот 37Б Она называется Я не знаю Как это проверить У меня зрение На самом деле Минус 1 Один глаз А другой Минус полтора Минус 2 Возьмут конечно Там минус 6 Что ли не берут Или минус 7 Вот это жопа полная У меня зрение Это нормально У меня просто Смешан астигматизм Вот С моим зрением Берут Берут Просто тогда Как-то так фортануло Не взяли Вот Я когда повторно Пришел Там через 2 или 3 года Они сказали Что ты пришел Штамп поставили Мимо всех врачей Иди А пошел И все Получил военника Штамп поставили Я пошел Гулять Как накачаться Как накачаться в армии Я не знаю Я не был в армии Поэтому не знаю Как накачаться У Димы голубочки На семинар Посмотрите Он рассказывал Как он в армии качался Надо в столовке работать В смысле Служить в столовке Тогда возможно Накачаться Так у меня Телефон сейчас Нахер вырубится И время уже много Я сейчас пойду Видео Солью На компьютер Вот И пойду спать У нас здесь уже время Наверное часа два Военник Я не знаю Где купить Вот Ладно народ Давайте Это самое Всем привет Очень приятно Было то Что сегодня Девочки У нас тут были Активными С вопросами Я вообще Люблю на женские Темы Ну в смысле На женские тренировки С ними интереснее Мужики уже Меня достали Просто Со своими Коленями Плечами Загрузками И фаршем С девочками Интереснее Попу качать Так что ладно Без обид Давайте Всем пока Девчонки пока Если вы здесь еще есть Ну вот И пацаны тоже Давайте Я думаю Завтра включусь Вечерком Постараюсь Видос запилить Но я говорю Видос Это проблема здесь И со временем И с интернетом Все Давайте Спокойной ночи Всем здоровья Счастливо Ну вот Блять Кнопка Опять Ебучая Спасибо за субтитры